Новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Доброе утро. В столице, по прогнозам синоптиков, также временами пройдут дожди. В двух других мегаполисах, Алматы и Шенкенте, осадков не ожидается. Круглосуточно работают элеваторы в Костанайской области. Связано это с высокой влажностью пшеницы. Зерно низкого качества продолжает пребывать. В регионе разгар уборочной кампании. Обмолочено больше 2 миллионов гектаров. Это половина хлебных полей. Наталья Строкова продолжит тему. Ежедневно на этом элеваторе принимают полторы тысячи тонн зерна. Это примерно 50 камазов. Но отправить пшеницу на хранение сразу здесь не могут. 80% зерна требует трехэтапной сушки. Оценивают качество хлеба в лаборатории элеватора. Смотрят несколько показателей. В этом году антирекорд бьют к сорность и влажность. Были дожди. Зерно проросло практически на корню. И в основном приходит зерно пятого класса с большой влажностью. Процентов 80 урожая где-то пятым классом заходит. И небольшая часть идет четвертым. И третьего класса в этом году очень мало. Сушат пшеницу на элеваторах круглосуточно. В норму приводят показатель влажности. При приемке он бывает выше 20%. Очень большая нагрузка, потому что невозможно просушить за один этап. Получается мы сушим с 20 до 17, 17 до 14, 14 до 12. Потому что ту пшеницу, которая проросла, надо именно шоковым методом сушки остановить процесс прорастания. Третий, четвертый класс мы сохраним для дальнейшего использования и переработки в муку. А пятый класс мы просто оказываем услуги крестьянам, дабы чтобы они просушили и смогли хотя бы сохранить то, что у них есть. В режиме нон-стоп в регионе работают 37 хлебоприемных пунктов и больше 300 зерносушилок в хозяйствах. Для всех выделено 11 тонн льготного дизельного топлива. Для сушки урожая по цене не превышающие 250 тенге за литр. Сейчас идет активное принятие заявок. После этого будут рассмотрения и одобрения сельхозпроизводителям, которые сформировали свои бюджетные заявки на получение льготного ГСМ. Из-за обильных дождей в конце лета сдвинулись сроки уборочной кампании. Она продолжается до сих пор. Обмолочена лишь половина хлебных полей. Средняя урожайность чуть больше 9 центнеров с гектара. Повышение качества пшеницы в профильном ведомстве не прогнозируют. И даже напротив, ожидают поступления больших объемов вне классного зерна после ухудшения погоды. Наталья Острокова, Сергей Тартынберг, Устанайская область, Хабар, 24. 64% от запланированного объема зерна собрали хлебороба Акмолинской области. Пользуясь благоприятной погодой, они задействовали все силы и технику в уборочной страде. О том, с какими трудностями столкнулись аграрии этой осенью и какую помощь они получат, расскажет наш собственный корреспондент в регионе Аслан Абуталипов. Ускоренными темпами собирают хлеб аграрии в селе Сучинское от Басарского района. Пока погода благоволит, они намерены завершить уборочную кампанию в ближайшие дни. Ведь из-за обильных дождей в начале осени уборка затянулась почти на полтора месяца. Поэтому привлекли на поля все комбайны и тракторы. Осталось 30% убрать еще в неубранной площади. Однозначно мы ее уберем. Пшеница сейчас сухая, погода позволяет. Другой вопрос, что она некачественная теперь. Осложнилась уборка из-за дождей, которые практически не прекращались, можно сказать, что месяц. Из-за дня в день, хоть по чуть-чуть, но добавлялся этот дождик. Что привело к резкому снижению качества выращенного хлеба. Теперь сельскохозяйственники серьезно обеспокоены. Будущая пассивная находится под угрозой. Летняя засуха отразилась на качестве зерна, а осенние дожди часть урожая вовсе привели в негодность. Средняя урожайность в регионе едва превышает 5 центнеров с гектара, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Частично еще не успели, конечно, добрать и семена. Вот эта проблема в том, что дети будем брать, искать, но надеемся, что государство поможет. Вот, или где-то будем покупать. Вот, а теперь то, что выращенная пшеница, она начали вывозить на элеватор, она оказалась не классная. Цены на нее нет, еще и нет покупателя. Для нас это тоже большая проблема, ну и в смысле финансов. Качество зерна очень слабое. Первый, второй класса можно сказать нет, но третий класс есть. Остальное в основном у нас более 30-40%, если так и не больше. Пятое, четвертое, пятое не классы зерна. Это на фураж пойдет. Цены сейчас нам еще пока не объявили. И мы свое предложение в Минсельхозе отправили. Отправили. Ну, я думаю, что положительные будут цены, и цены должны быть нормальными. Потому что сейчас положение сельхозников очень тяжелое. Затруднения для агрария вызывают и задолженности по кредитам и лизингам, поэтому они сейчас просят отсрочить выплаты по ним на один год. Иначе есть риск того, что многие хозяйства обанкротятся и не смогут приступить к следующей пассивной. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении Минсельхозе, заверяют чиновники. Завершить уборку зерновых хлеборобы намерены в ближайшие две недели. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24. А в Казалардинской области тем временем дефицит поливной воды стал причиной низкого урожая риса. Так, в Кармахшенском районе аграрии села Третий интернационал к уборочной страде приступили на две недели позже обычного срока. Успеет ли собрать жемчужное зерно без потери, узнавала моя коллега Райханда Жбаева. Успеть до сезона дождей. Сейчас для всех рисоводов региона это главная задача. В том числе и для хозяйств села Третий интернационал. Под рисовые чеки здесь отвели больше двух тысяч гектаров площадей. Но нехватка поливной воды сказалась на сроках периода вегетации. Лидер, короче. Засеяли поля сортами риса лидеры Кубань. Первому для полного созревания требуется на порядок больше солнечных дней. Поэтому просто не хватило времени. К тому же август месяц был не таким жарким, как обычно. Отсюда и поздние сроки созревания. С уборкой риса запоздали почти на 15 дней. Совсем другая ситуация в другом селе района. Ахжар. Здесь жатву завершают в срок. Собрано почти 70% урожая. Все дело, говорят дихкани, в хорошей подготовке. Дефицит воды был, но мы заранее приняли меры. В ходе весеннеполевых работ использовали лазерный планировщик. Идеально выровняли почву и создали уклоны с заданным градусом. Это обеспечило рациональный полив. А еще орошение по графику. Три дня на каждое поле. Общая площадь посевных в Кармахщинском районе в этом году составила 26 тысяч гектаров. Почти 18 тысяч из них занял рис. К уборочной кампании привлекли 500 единиц техники. Сбор риса осуществляют только на высушенных полях. Поэтому одни чайки готовы, другие нет. Для слива воды в них используем насосы дизельные, электрические. Хозяйством оказываем всю необходимую помощь. При первой же возможности приступаем к жатве. Нынешний агросезон под рис в регионе отвели 89 тысяч гектаров. 70% урожая собрано. На полях работают больше 4 тысяч единиц техники. Уборочную страду планируется завершить до 10 октября. Райхан Тажибаева, Нуржаму Зарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, Хабар 24. Доверятели халяль-продуктам. В Казахстане при проверках продукции, маркированной как халяль, фиксировали нарушения норм и требований. Согласно ежегодным исследованиям Минздрава, практически 3% подобных товаров содержат запрещенное мясо. В этом году лабораторные работы не проводились в связи с рассмотрением поправок в предпринимательский кодекс. В Можелесе планируют ужесточить контроль на закуп. Почти 4 тысячи производителей в Казахстане имеют сертификат халяль. Контроль над продукцией осуществляют независимо от маркировки. Качества должны соответствовать как продукты со знаком халяль, так и без него. Однако отбор пищевых проб, которые выявляют нарушения в составе, в этом году не проводили. Этот факт не отрицают и уполномоченные органы. В этом году исследования в таком масштабе не проводились. Ежегодно тестируется порядка тысячи проб, в рамках которого определяется наличие ДНК тех или иных животных. Но такой продукции исследуется в год около тысячи проб. И в среднем мы выявляем где-то 7-8% несоответствия так называемой маркировке. Гарантию качества подрывает не только контроль, который не проводят, но и сомнительный состав продукции. Нередко, когда с целью экономии на ингредиентах, производитель указывает неполную информацию. Причем цех не нарушает закон, вводя в заблуждение потребителя. Для большей выгоды при производстве могут использовать и другие добавки. Чем больше мы добавим влагу в колбасу, в воды, грубо говоря, тем больше у нас будет прибыли. Не профессионал, он, например, посмотрит на этикетку, посмотрит, ага, здесь конская, здесь конина, здесь говядина, хотя у него цена за 1500, такого не может быть. И он лучше купит подешевле, он подумает, ну, наверное, такое есть. А когда рядом будут стоять ответственные производители, у которых колбаса 4 500 за килограмм. 75% рынка мясозаготовки имеют знак халяль. На вопрос достоверности маркировки открыт. Закон не регулирует выдачу сертификатов. Получить штамп в документе может каждый производитель. Предприятия также могут и выпускать, и сертифицировать продукт сами. Это ставит под угрозу халяль индустрию. 100% никогда не может быть. И государственные аккредитованные органы 100% обещать никто не сможет, потому что подделка всегда будет. Он всегда будет такие недобросовестные люди. Контроль на ЗАКу планируют ужесточить. Поправки в предпринимательском кодексе уже рассматривают в Мажелесе. После окончательного введения профилактического контроля, пищевые пробы будут отбирать на постоянной основе, пояснили в Минздраве. Тамиризбеляуми Рамжунусов, Хабар, 24. В России намерены выстроить единую национальную систему работы рынка халяль. Сейчас в стране около 40 систем сертификации, которые не объединены. У них нет общего гаранта-контролера, который может сказать, действительно ли все они соответствуют требованиям. В стране намерены выстроить систему аккредитации таких органов. Старейший и наиболее авторитетный из них – Международный центр стандартизации и сертификации халяль при Духовном управлении мусульман России. Он существует больше 20 лет. За эти годы центр сертифицировал больше 400 предприятий. За последние годы у нас появился новый потребитель. Это люди, которые ни по национально, ни по религиозной принадлежности к нам мусульманам не имеют отношения, но выбирают продукцию халяль за ее высокое качество. Все производство продукции халяль должно находиться под постоянным контролем, независимого от предприятия, а зависимого от органа сертификации, контролера, эксперта, который от начала до конца присутствует на процессе, следит за контролем и в конце своей смены выписывает сертификат на партию готовой продукции. Каждую партию. В Международном центре стандартизации сертификации халяль отмечают, в странах Евразийского экономического союза действуют единые стандарты в этой сфере. Например, казахстанский сертификат халяль признают в России и наоборот. У нас определенные одни и те же требования. Эта продукция абсолютно безболезненно пересекает границы Евразийского союза. Тем самым мы снимаем ненужные вопросы, дополнительные вопросы, которые могут быть. Я считаю, что это очень здорово. Десятки тысяч британских медиков проводят трехдневную забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции. Организатором акции выступила Британская медицинская ассоциация. Врачи-интерны требуют поднятия маклат на 35%, а врачи-консультанты на 12%. За эти 72 часа протестов в больницах не будут в полной мере оказаны некоторые виды медицинских услуг. По данным местного информационного агентства, с декабря прошлого года, когда врачи стали выходить на забастовки, в Англии отменили больше миллиона приемов пациентов. Ранее премьер-министр Великобритании Арии Шасунак называл сокращение периода ожидания на получение медпомощи одной из главных задач своего правительства. Вспышка лихорадки деньги бушуют в Бангладеш. Количество смертей с начала года превысило отметку в тысячу человек. В Управлении здравоохранения подтвердили 200 тысяч случаев заболевания. Специалисты говорят, в этом году число погибших почти в 4 раза больше, чем в 2022-м. Отмечу, инфекцию переносят комары. Наиболее опасным периодом считается сезон дождей с июня по сентябрь. Большинство случаев заболевания в этом году приходится на жителей сельских регионов. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. В прошлом году ситуация была не настолько критичной. С 2000 по 2018 годы лихорадка деньги распространялась только по Дакке. После начали заражаться жители других городов. Теперь вспышка бушует в селах. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию новую вакцину от малярии. Она называется АР-21 и была создана Оксфордским университетом. Одно из главных ее преимуществ это то, что ее можно производить в больших масштабах за небольшую стоимость. Отмечу, это уже второй препарат от малярии. Первая вакцина была одобрена и допущена к широкому применению еще два года назад. А вот заявили, каждая из них показала высокую эффективность против заболевания. Малярия вызывается паразитическими микроорганизмами, которые попадая в организм человека через укус комара, разрушают клетки крови. В Африке от этой болезни ежегодно умирают до полумиллиона детей. Совет Безопасности ООН одобрил создание вооруженной миссии по поддержке безопасности в Гаити. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН. Резолюцию поддержали 13 стран-членов Совбеза, однако Россия и Китай воздержались. Ведущую роль возьмет на себя Кения. Международная миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити преступными группировками. Расходы на осуществление временной операции покроют за счет добровольных взносов, а также поддержки со стороны отдельных государств-членов и региональных организаций. Ранее сообщалось, вооруженные банды контролируют больше 80% столицы Порта-Пренс и укрепляют свои позиции в других регионах страны. «От имени правительства и народа Гаити я хотел бы поблагодарить всех, кто своими голосами и поддержкой наконец-то сделал возможным сегодняшнее решение. Это больше, чем просто голосование, это выражение солидарности с населением, находящимся в бедственном положении». Береговая охрана Испании спасла 58 мигрантов. Судно находилось в открытом море в 140 километрах от Канарских островов. Среди них было 9 женщин и 49 мужчин. Нелегалов переправили в порт Аргиньегенгаде. Они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь от работников Красного Креста. Отмечу, по данным правительства Испании, с января по сентябрь на Канарские острова прибыло около 15 тысяч человек. Это почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Бывший президент США Дональд Трамп принял участие в первом заседании суда в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Его обвиняют в том, что он регулярно обманывал банки, страховые компании и другие лица, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов. Генпрокурор Нью-Йорка требует запретить политику вести бизнес, а также уплаты штрафа в размере 250 миллионов долларов. Сам Трамп виновным себя не признает и назвал процесс продолжением величайшей охоты на ведьм. По данным Евроньюз, судья по этому делу уже признал, что Трамп по одному из предъявленных ему исков совершил мошенничество. Рассматривает еще шесть обвинений. Судебный процесс может продлиться до декабря. Аномально теплая погода в Европе сохранится весь октябрь, предупреждают метеорологи. Вероятно, он будет самым жарким за всю историю наблюдений. Напомню, температурные рекорды в сентябре фиксировались в нескольких странах. Среди них Франция, Австрия, Бельгия, Германия и Польша. А в некоторых регионах Испании и Португалии столбик термометра приближается к 40 градусам. В Испании из-за засухи и аномальной жары пострадали оливковые рощи. Масло подорожало более чем на 50% в 2023 году. Объемы производства сократились вдвое. Фермеры жалуются на колоссальные убытки. В стране, которая считается ведущим мировым производителем оливкового масла, цены на него достигли исторического максимума. 70% продукции Испания экспортирует за рубеж. Но в условиях дефицита конкурировать с другими странами на мировом рынке стало сложнее. В качестве выхода из ситуации можно увеличить объемы производства. Однако климатические изменения продолжат наносить неконтролируемый ущерб, считают эксперты. Строительство автодороги Кандагаш-Атрау близится к завершению. Это долгожданная новость для жителей Могилжарского, Тимирского и Баганинского районов, расположенных вдоль республиканской трассы. Дорога будет соответствовать второй категории, говорят специалисты. Это часть проекта Актубе-Атрау. Теперь строителям предстоит отремонтировать 96 километров трассы, соединяющей Актубе и город Кандагаш. До конца года в эксплуатацию будут введены две из четырех полос дороги. В настоящее время там устанавливают дорожные знаки и делают дорожную разметку. Ведутся работы по установке системы водоотвода. Планируется завершить их и сдать дорогу 1 ноября этого года. 630 улиц отремонтируют в этом году в Туркестанской области. На эти цели выделено почти 30 миллиардов тенге. Масштабный инфраструктурный проект профинансировали из республиканского и местного бюджетов, а также по программе АОЛ и Эльбесыга. Основная часть средств направлена на средний ремонт дорог внутри населенных пунктов. Только в Созахском районе заасфальтировали 18 улиц. Еще на 11 обновили покрытие. О необходимости улучшения автотранспортной инфраструктуры в своем послании отметил глава государства. Президент поручил до 2025 года довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Особенно радуются дети, что ходят в школу по асфальтированной дороге. Раньше постоянно пачкали одежду и обувь из-за грязи и пыли. Установили уличное освещение. Приятно жить в благоустроенном селе. В селе АКОЛТЭХ по инвест-программе заменили более 80 электрических столбов. Установили высоковольтный трансформатор. Таким образом удалось решить проблему дефицита электроэнергии. Все три населенных пунктов бесперебойно обеспечены питьевой водой. На дорогах проложили асфальт. Казахстан выиграл 41-ю медаль на азиатских играх. Братья Сергей и Тимофей Емельяновы завоевали серебро. С результатом 3 минуты и 49 секунд в гребле на байдарках и каное на дистанции 1000 метров они пересекли финиш вторыми. Первое место на пьедестале заняли спортсмены из Узбекистана. Тройку лидеров замкнула Индия. У меня вообще это уже пятая медаль по азиатским играм. За 4 азиатских игры это уже пятая моя медаль серебряная. Вчера была бронзовая медаль, у меня у Сергея была золотая медаль. Двойки мы не первый раз двойки. Мы обычно на борося всегда гоняемся. Последние 10 лет мы с Сергеем двойки гоняемся. Просто у меня года идут, я немного уже становлюсь на более короткие дистанции, медленные. И я дал младшему напарнику по команде, чтобы он стал в двойку с Сергеем и они проявили себя. И они вчера это доказали, что за мной еще есть резерв, который готов продолжать нашу династию. А вот представительница сборной Казахстана повела спорту нашу цель. Рината Султанова стала бронзовым призером континентального первенства Ханчжоу. В индивидуальной гонке, преследовании с раздельным стартом спортсменка преодолела больше 18 километров за 25,5 минут. Еще одну бронзу в копилку национальной команды принесла Мария Бравкова. Она стала третьей в гребле на байдарках и каное на дистанции 200 метров. Всего на данный момент в активе казахстанских спортсменов 4 золотые, 8 серебряных и 29 бронзовых наград. Ну, тяжело было. Надеялась, конечно, на золото. Ну, как все спортсмены, в принципе. Но вот соперники намного сильнее были. Да и я не очень хорошо, может быть, пришла в каком-то смысле, но довольна. Хороший старт. Высокий жим на дистанции надо идти. Ну, больше всего хороший старт, чтобы не отстать сразу. И если вот на финише зарубаешься, то надо подкат хороший делать. Я, по-каку, не умею его хорошо делать. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова